Станция скорой медицинской помощи. В диспетчерской ни на минуту не смолкают телефоны. Основные обращения в это время – травмы. Чаще всего это детский травматизм. На втором месте – сердечно-сосудистые заболевания. В такую жару здоровье подводят даже людей не из группы риска. Сейчас на скорую поступает более 400 обращений в сутки. Пик нагрузки, как правило, это конец июля-начало августа. Единственное, что в этом году количество вызовов стало сразу увеличиваться с начала июня. Нормативы 20 минут. Мы стараемся укладываться в этот норматив. Особенно это экстренный вызов. Если вызов неотложный, то закладательство позволяет нам приехать в течение двух часов. Но, как правило, у нас задержки сейчас небольшие. И это задержки на вызова отсроченные, скажем так, не экстренные. 20 бригад постоянно находятся на вызовах. В автопарке пустые стоянки. Медики приезжают сюда только, чтобы пополнить запасы медикаментов. Сейчас активно используются передовые технологии. Связь бригад с диспетчерами осуществляется через интернет. Вызов принимается сразу на компьютер, записывается и передается на планшеты бригадам. По мере освобождения бригад. Если вызов срочный и с тяжелым больным, то может быть до часа и даже больше. Ну а если вызов легкой степени или как средней степени, то минут 30-40. Бригада Валерия Сотникова работает исключительно на сложных вызовах. Этот реанимобиль оснащен всем необходимым, чтобы спасти пациента на месте. Этой девушке стало плохо в одном из супермаркетов. Она зашла в кондиционируемое помещение с жарой и от резкого перепада температур потеряла сознание. Медики быстро привели пациентку в чувство. На месте сняли кардиограмму, измерили давление. Обошлось без госпитализации. Но уже следующий вызов заставляет врачей поволноваться. В одном из санаториев ребенок захлебнулся водой в бассейне и не подает признаков жизни. В таких случаях медлить нельзя. На счету каждая секунда. До приезда скорой спасатели провели необходимые реанимационные действия. Ребенок задышал. Уже в руках медиков он приходит в сознание. Но состояние остается тяжелым. Малыша срочно транспортируют в отделение реанимации детской больницы. Хотелось бы сказать родителям, чтобы не оставляли детей одних. Потому что чаще всего такие случаи случаются, когда дети оставлены и предоставлены сами себе. Это бывает и на море, и в бассейне. И все кончается печально, к сожалению, иногда. Хорошо, что сейчас все обошлось нормально. Сегодня, слава богу, обошлось без трагедий. Но медики напоминают, что жизнь и здоровье людей не только в их руках, но и в наших собственных. Где бы вы ни были, на работе, дома или на отдыхе, не пренебрегайте самыми важными правилами безопасности. И помните, телефон скорой помощи с мобильного 103, а со стационарного телефона по-прежнему 03. Руслан Душевский. Анапа. Регион.